МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Книга – это загадочный мир ее автора. Порой читатель сам становится героем сюжета и не замечает, как пролетают часы и дни за прочтением интересной книги. Библиотека – это целый мир любителей чтения. И в наши дни она весьма популярна. Сотрудники библиотеки в поселке Мирном Красноярского района каждый день собирают полный зал читателей. Людмила Былинкина работает с детьми. Она тот самый человек, который помогает выбрать молодому читателю его самую первую в жизни книгу. Все это, конечно, зависит от семьи. То есть ребенок должен первую узнать от родителей. Если дома есть книги, то ребенок будет с ними знаком и постепенно. Книга печатная, она всегда останется и всегда будет жива. Несмотря на то, что мы живем в современном веке, век интернета, но ребенку интересно, конечно, полистать книгу и подержать ее в руках. Именно такие иллюстрации мы тоже только можем найти в книгах. Илюша Кривов впервые пришел в эту библиотеку, когда ему было всего два года. С тех пор он здесь постоянный гость. Пока что в силу своего возраста он не умеет читать, но с интересом разглядывает картинки и просит взрослых, чтобы скорее помогли ему освоить русский алфавит. Я бываю в частой библиотеке. Я тут читаю книжки. Меня сюда водит мама. Здесь работают настоящие ценители книги. Небольшой, но дружный коллектив. Это пять молодых женщин, как на подбор все с высшим образованием. Ольга Федотова – библиотекарь во втором поколении. Она считает, что книга – это не только источник знаний. Порой она исцеляет и вдохновляет на подвиги. Сюда приходит человек, он не только, чтобы взять книжку, почитать. Он именно приходит и с радостью со своей, и даже с горем приходят некоторые. Когда человек рассказывает, он изливает душу, можно сказать, своего рода исповедуется, наверное, что ли. И ему становится легче. И некоторые уходят и говорят, спасибо за содержательную беседу. И, пообщавшись, находясь в стенах библиотеки, пообщавшись с библиотекарем, жизнь становится радостнее. И проблема уходит на второй план. А закреплением вот этой беседы дается умная какая-то книга с каким-то действительно запоминающимся произведением. Библиотека в поселке Мирном обладает богатым фондом – 30 тысяч экземпляров. И книги постоянно обновляются. Самое главное, что они пользуются огромным спросом, считает Ирина Азятова, заведующая библиотекой. Она всегда стремится идти в ногу со временем. На книжных полках Мирно существуют старинные произведения и книги современных авторов. В библиотеке работают компьютеры, и для всех желающих открыт доступ в интернет. В нем всегда можно найти быстрое решение. А если нет, то, как и прежде, обратиться к книге. В библиотеке мы собираемся часто, почти каждую неделю. Многие наши одноклассники, друзья приходят сюда, ну, чтобы подготовить различные доклады, потому что есть масса книг, которые помогают в этом. И есть интернет. В книжках есть что-то более важное, чем в интернете. Мирновская библиотека у всех на слуху. Множество дипломов и благодарственных писем висит при входе в ее абонемент. В основном это народные награды за любовь к людям и к профессии. В прошлом году коллектив библиотеки стал участником областной и общественной акции «Народное признание». Все вместе, как одна команда, они преследуют единую цель сохранить и приумножить национальную культуру. Мы стараемся расти, мы все учимся. Девчонки прошлый год дистанционно закончили областные курсы. В этом году мы с Еленой Викторовной сейчас обучаемся основам работы в сети интернет. Учимся, ну, как сказать, как работать по-современному. Хотя, конечно, ни одна техника не заменит общение с книгой. У меня читает вся семья, все мои друзья, все мои знакомые. И я всегда говорю о том, что никогда никакой планшет, никакая электронная книга не заменит общение с натуральной книгой. В первые дни апреля коллектив библиотеки отмечает Всемирный день детской книги. Это настоящий праздник. Для всех ребят поселка Мирный. И хорошая возможность пополнить ряды читателей среди подрастающего поколения. Нужно действовать как одна команда, и вместе мы изменим мир к лучшему. Так говорят сотрудники благотворительного фонда Самарская губерния. Он открыл свои двери в 2006 году с единственной целью объединить людей, организации, бизнес и власть, чтобы решать социальные задачи. Самарская губерния – не совсем обычный фонд. Здесь не просто собирают деньги в помощь тем, кто нуждается. Главная идея – привлечь общество к решительным действиям. Я уверена в том, и опыт фонда это показывает, что очень много людей, достаточно много людей, которые готовы помогать. И об этом говорят в том числе наши программы, например, связанные с больными детьми. И вот эта отзывчивость людей, она с каждым годом все увеличивается. Мы видим такой процесс, что заниматься благотворительностью в последние 2-3 года хотят все больше людей и все больше организаций. Другой вопрос – развитие культуры благотворительности. Вот мы как раз та организация, которая помогает благотворительно сделать такое, чтобы она давала результаты, чтобы она была эффективной, чтобы деньги шли на действительно какие-то нужные дела или ту помощь, в которой мы уверены, что ее нужно оказывать. Оксана Кременицкая работает в этом фонде гранд-менеджером. Она знает, как организовать людей, оформить документы и провести масштабную акцию. Девушка признается – работы всегда хватает, но она приносит удовольствие. У нас не так много специалистов, ну я не скажу, что в России, но вот в области у нас даже Самарской не очень много специалистов, кто занимается этим. И мне, например, нравится. Ну и добрые дела делать. Мы сами с удовольствием присоединяемся, привлекаем своих сочувствующих семей, друзей. Какое-то такое доброе что-то несем сами. На личном примере показываем, что можно заниматься, например, благотворительностью. Они призваны помогать целым коллективам и каждому в отдельности. Благотворительный фонд действует на территории всей губернии и реализует сразу несколько масштабных проектов. Если пожилые люди хотят быть востребованными, если они хотят реализовать себя в этой жизни, то мы работаем с некоммерческими организациями, у которых члены их организации пожилые люди. Это программа «Серебряный возраст». У нас есть программы «Стипендиальный конкурс». Она связана с молодежью. Не остаются в стране самые маленькие жители губернии. Каждый год они участвуют в выставке «Милосердие». Эти поделки созданы руками детей. Вырученные средства от продажи идут на поддержку людей с ограниченными возможностями. Я хотела сначала купить «Энри Бёрдс» птичку. Потом ее купил «Дамир». Но я очень любил цветы, поэтому собрался купить вот этот цветок. Организатор ежегодной выставки – медико-технический лицей. Уже давно он сотрудничает с региональным благотворительным фондом. И при его поддержке оказывает помощь выпускникам лицея, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Татьяна Николаевна когда-то работала в лицее. Не понаслышке знает это учебное заведение. И поэтому это тесное сотрудничество началось на личных началах, на персональных, на людях. А завязалось дружбой двух организаций, благое дело которых продолжает спасение. Свою лепту внести, сделать свой вклад. И поэтому мы собираем эти средства, передаем непосредственно на лечение, на улучшение качества жизни конкретных наших выпускников. С малых лет ребята учатся помогать, сопереживать и делиться тем, что у них есть. Знаем, что лицей поддерживает больных детей. Те, которые не могут самостоятельно передвигаться, которым требуются большие суммы на лечение. И дети вместе с родителями, с учителями, кто с кем смог, сделали вот такие замечательные поделки и продают. Естественно, мы помогали, я помогала своему ребенку, кто-то помогал своему лепить, шить, рисовать. Кто-то что-то пек, кто-то что-то делал. В общем, маленький вклад в большое дело. День проходит как праздник. И то есть все ходят, смотрят, кто что приготовил, кто что принес, кто что купил. Все спрашивают, какая-то беготня, суета. Это всегда очень интересно. То есть дети делают в основном поделки. Взрослые могут что-то приготовить. В этом участвует абсолютно весь лицей. И собранные деньги идут на благотворительность, помощь инвалидам, которые учились раньше у нас в лицее. В прошлом году жители губернии выдвинули коллектив регионального фонда на участие в ежегодной общественной акции «Народное признание». Это стало символом доверия граждан к работе фонда и благодарностью за их труд и милосердие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова